Бакштус Это наши луги и поли, под якими с прадвеку лунае бусел символ бессмертя земли. Добрый день, поважанная сябры, со святом земля Бакштуская! С падеей великой, урачистаю, с падеей у сих падей! Бакштус – прыгожая белоруская вёска со своей неполторной историей, де тихачача берзина, шумить пушчинский лес, мелагучными пераливами гучать званы царквы святого великомученика и цалителя Пантелеймона, де проживают доброзычливые и працавитые люди. На переддні святочнага дня 7 листопада у вёсцы Бакшты отшыняет зверы медицинская установа Бакштуская амбулатория урача агульной практики. Аткрыцьё установы – гэта падарунак вам, жыхары вёскі Бакшты и Бакштусского сельского совета. Новая амбулатория працтавляя комплекс медицинских паслух, які накераваны на умацавання здоровья. Медицинскую допамогу насельництву будуть аказываць у новых стоматологічных и процедурных кабінетах сучасной лаборатории, а таксама отделение дзённого стационара для хворых. Здоровья человека – гэта основа добробыту державы. На урачыстым адкрыці амбулаторы присутнічаюць гоноровыя гості. Милюнец Віталій Станиславович – першы намеснік старшыні Іллівськага районнага выканавчага комітета. Хвасько Александр Александрович – старшыня районнага совета депутатаў. Буляк Александр Уладимирович – старшыня Бакштусского сельскага выканавчага комітета. Кашуй Александр Васильевич – намеснік начальліка управління Аховы здоровья Гродзінскага абласнога выканавчага комітета. Сяптілка Станислав Иванович – галонный инженер адкрытага акціянернага товарыства «Ліцкая рамонтнабудаўнічае прадприємства» номар 17. Настоятель храма святога великомучаніка і цаліцеля Пантелеймона – вёцкі Бакшты – прота іерэй Віталій. Ксён Свечаслаў – кастёла Мачі Божай Цудотворной – вёцкі Дуды. Члены Іллівськага райвы канкама – кераўніцтва района. Слова прадоставляецца першаму намесніку старшыні Іллівськага районнага выканавчага комітета – милюнцу Віталію Станиславовичу. Уважаємі жителі Бакшта, в преддвері праздника по традиції ежегодно открываются то ли новые объекты, то ли реконструкція каких-то поміщень і зданий. На сьогоднішній день ми посетили районний дом культури, сельський исполнительний комітет, де произведена реконструкція. Произведена реконструкція школи, которая имеється в Бакшта. Ну і основна, яка произведена робота, ви самі видите, це востребовано в наше время. Открываємо здання амбулаторії врача в общій помощі. Імеється в этой амбулаторії жиле поміщення, в якому буде проживати врач. Це говорить про те, що ви зможете обращатися за допомогою круглосуточно. Ще хочу сказати, що не тільки тут, в городі Іві на сьогоднішній день теж открыта площадка спортивна по мини-футболу. Тому ежегодно государство вносить свої коррективи, доставляє свою допомогу, фінансування, строительство, реконструкція. Тому то, що сьогодні ми видим, і ви як іменні жителі Бакшта, хотілося б пожелати вам, щоб це все було б тільки на благо, для вашого здоров'я і з пониманням. Ну а колективу роботників пожелати творчих успіхів, щоб, меж всіх, плахів в вашій роботі, щоб тільки хороше, не столь значительні проблеми возникали в вашій рабочій члені. Дякую. По традиції, районно-исполнительний комітет вручає сертификат в Бакшерській амбулаторії врача в общій практиці на приобретение системи видеонаблюдения і комп'ютерної техніки, щоб все було б по-послідньому ну-хау. Дякую. 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 Продолжение следует... С праздником, уважаемые жители Бахст, чтобы вы сюда приходили только за здоровьем. С праздником! Слово предоставляется сяптилка Станиславу Ивановичу, головному инженеру открытого акционерного товариства Лицкое ремонтно-будовничео-продприемство номер 17. Уважаемые жители Ивиска района, очень приятно, что в наше время возводятся такие, сдаются объекты, как амбулатория деревни Бахсты не только в городах и районных центрах, но и в таких деревнях, как Бахсты. Кроме того, здесь еще решен вопрос жилья и быта для будущего врача. То есть здесь имеется квартира со всеми удобствами, благоустроенная. Всех жителей Бахст и сельского совета хочу всем пожелать самого крепкого вам всем здоровья, чтобы в вашу амбулаторию вы в первую очередь ходили только пока как на экскурсию, и чтобы не болели. И от имени Лицкое ремонтно-строительное предприятие номер 17 хочу вручить документы на наш скромный подарок. Это микроволновая печь, чайник и утюг. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. Поглашайте, чтобы устроить. Слово предоставляется головному урачу установы амбовы здоровья Ивиская центральная районная больница Горбач Лилии Францевне. Добрый день, уважаемые жители деревни Бакшты. Все гости, все присутствующие на этой нашей медицинской территории. Мне сегодня действительно праздник и в душе. И я очень рада за то, что Ивиское здравоохранение приобрело еще вот такое одно замечательное здание, в котором будут работать медики, будут работать в комфортных условиях, будут оказывать медицинскую и профилактическую помощь вам, в первую очередь, жителям Бакштовского сельского исполнительного комитета. Рада еще и за то, и хочу этой радостью поделиться, в связи с тем, что все-таки это первое медицинское учреждение, которое на границе Минской и Гродненской областей, которое открывает вообще здравоохранение Гродненщины. Если взять из летописи, то вообще Бакштовская амбулатория была открыта в 1948 году. Годом спустя была открыта Борисовская участковая больница на 20 коек. Но видите, жизнь течет, и очень много докторов у вас переработало, и много в летопись ушло тех или иных событий медицины. И вот сегодня, реорганизовав, так скажем, и упразднив Борисовскую участковую больницу, мы сегодня открываем амбулаторию врача овчепрактики в деревне Бакшты с 10 койками дневного стационара. Я, конечно, очень хочу сказать большое спасибо районному исполнительному комитету за то решение, которое было правильно выбрано, наверное, все-таки на рубеже двух областей, и первое здание медицинского учреждения должно соответствовать всем социальным стандартам, которые сегодня предъявляются для медицины. Я очень рада за наше население, что оно здесь получит полноценную квалифицированную помощь. Я очень рада за то, что условия пребывания, быта, лечения и вообще комфортно себя чувствуешь в этом здании. Но это нас, медиков, обязывает показывать свои результаты, расти здесь профессионально. Хочу спасибо сказать строителям за те минуты, которые мы проводили с ними здесь вместе. Очень хорошо, что мы слышали друг друга. Они принимали наши замечания, мы с ними много советовались, они советовались с нами. Очень было комфортно работать со всеми структурами, которые приезжали сюда и давали какие-то рекомендации, подсказки, потому что такая огромная амбулатория в моей жизни – это впервые. Ну и что я хочу сказать всем нам здесь присутствующим? Крепкого вам здоровья, удачи, удачливости. Больше, конечно, приходите в эти стены за профилактикой болезней. Пускай ваши дети никогда не знают больших диагнозов, чтобы все в нашей жизни складывалось. Но от нас, конечно, требуется результативность нашего труда и творческих каких-то начинаний, продолжений. Всех вам благ и крепкого вам здоровья. Запрошаем до микрофона настоятеля храма святого великомученика и целителя Пантелеймона, вёски Бакшты, прото-иерея Виталия, и настоятеля костела Мати Божией Цудотворной, вёски Дуды, ксянза Вячеслава. Я от имени прихожан нашего храма, нашей деревни хотел бы, конечно, всех поблагодарить, в особенности районной власти, строителей, ну и медперсонал Лилию Францевну, вот за то, что здесь построено. Знаете, мы вот перед началом прошлись по кабинетам. Вот такое впечатление, что, честно говоря, лично я и не надеялся на это. Вот то, что здесь будет вот такая прекраснейшая амбулатория. Храм наш посвящен честь святого великомученика и целителя Пантелеймона. Он является врачом. Это древний врач. Вот, поэтому, видите, символично так вот, что он является покровителем всех врачей и молитвенником за всех болящих. Поэтому я думаю, что у нас сотрудничество такое с поликлиникой, с больницей, вот когда она была вот очень такое тесное, поэтому я надеюсь, что оно будет и продолжаться. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы было Божье благословение на вот этом сооружении, на тех, кто здесь работает, и на тех, кто будет сюда проходить. Поэтому помолимся, вот, и спросим Божье благословение на здании и на всех трудящихся. Благословен Бог, навсегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Божьей, слава Тебе, Цару Небесный, Божьей, утешитель души истины, И в железе свеча исполняяй, Сокровище благих, И в жизни подателю Придим все личаны, И очистины от всякие скверны, И спать и блажа души наша. Господу помолимся. Господи помилуй. Боже, спаситель, Наш изволивый покинь, Захею в ней тих спасений, Кому всему дому Тобу Бывы, Сам и ныне, Где труждающиеся и нами, Недостойны мы бы Тебе моления, Приносящие всякого зла, Сохранения вредимы, Благословляя тех, И обиталищиеся и ненаветненьких живут, Вы нас сохраняя, Яко подобное Тебе, Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и пресно, и во веки веков. Благословляяется строение, Ихе, окропление воды, Ихе, священное, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И еще я бы хотел бы от нашего храма Преподнести в амбулаторию Благословение нашего храма Это икона Святого Великомученика И Целителя Пантелеймона, Потому что, дай Бог, Конечно, чтобы был здесь И профессионализм, И духовная основа. Дорогие братья и сестры, Один Святый сказал, Живе, как бы все залежало от Бога, Ребе, все, как бы это залежало от себе. И сегодня сталося так, Что воля Божия была, Каб гэтае место зявилось. Вез цебак, что каб гэтае амбулатория Стала местом прабывания людей. Так сталося, что, ну, мы люди грешные, Все мы смиротные. Кожан из нас маят свои болячки, Болише и менше. И, саправды, это Божий дар, Что сегодня мы собралися в это место, Для этого капа Матчынить, благословить. Этае место. Мы, як святыры, зявляемся лекарами души. Напевно, калі чалэек хоча паразмовляць, Калі патрэбны чалэвеку той, хто выслухае, Завсюды знайдзяцца Чалэек, который выслухае. Гэта можа бэть сябар, Гэта можа бэть знайомы. Напевно, это святар. Ацец Віталей, который тут живе, Я тут паявляюся, Бо живу в дудах, Але таксам, як бы, Завляюся душ пастырам Каталіцкой частки, Жихаро гэта 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 месца. И сёня мы Хочам разам папрасіць Бога благославэня, Миннаюта для месца, Дзе лечацца Цела чалавэка. Цела не вечная, Цела слабоя, Аднак, Цела гэта божы дар. Бо кожны чалавэк, Гэта храм. Храм Духа Святога. Гэта святыня. И сёня мы Гэта месца будзям Этый храм, Ну, будзям Эта месца Приготовлены Уже, Эта месца для того, Кабы ты храм, Скажам так, Падремонтаваць, Кабы ты храм Трошки мазнейшы став. Храм Духа Святога. Падзякуем Сёня напэлна дяку велики усім тым, Хто дачыниўся, Прачыниўся до того, Кабы ты месца Стояла тут. Дякуй тым людзям, Катары Заранёў дякуй, Хто будзе Ужо працаваць тут. Ну, і зараз, Як отец Виталий, Так само я, Дазвольте, Благославлю ты месца. Всем годны вечны Божа, Все, што сотоварыў ты, Добре, Нема нічога, Забыла, Чтоб зявілася Б само сябе. Бо толькі ты зявляешся Наса эмоцай, Сілаў радыстю. Просім цябе, Благославі, Эта я, Месца працы, Месца лячэнні, Кабсі ты, Ахто будзе сюды приходзіць, Ачувалі твою прысутнісі, Былі твоімі вернымі дзяцьмі. Прас Хрыста, Пана нашага. Амен. Для урачыстага адкрыця Бакштовской амбулаторы урача агульной практикі запрашаем першага намесніка старшыні Ил'явскага районнага выканавчага камітэта Милюцца Віталія Станиславовіча, Галовнага інженер адкрытага акціонернага товарыства Ліцькае рамонтнобудовнічае прадприємства нумер сяванадцать Сяптілка Станислава Івановіча, Галовнага урача установы аховы здоров'я Іл'явская центральная районная бальніцца Горбач Лилюю Францовну. Паважаная сябры, шановні гості, Галовны урача установы аховы здоров'я Іл'явская центральная районная бальніцца Горбач Лиле Францовна запрошаю вас наведать новую медицинскую установу. Горбач Лиле Францовна Горбач Лиле Францовна. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В 2014 году, в год гостеприимства, в Бакштах получили новую прописку в арендуемых помещениях «Сельский исполнительный комитет», «Социальный пункт на стационарной основе», «Сельский дом культуры». В этих отремонтированных помещениях созданы все необходимые условия для плодотворной работы. На ремонт «Сельского дома культуры», который осуществлялся хозяйственным способом, затрачено свыше 314 миллионов рублей. На приобретение музыкальной аппаратуры и оргтехники выделены деньги из средств, заработанных на районном субботнике. «Сельский дом культуры» «Сельский дом культуры» «Сельский дом культуры» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря работе местного художника Васюкевича Ивана Ивановича каждое отремонтированное учреждение приобрело свой неповторимый облик. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА